Сегодня, в часы мклевого развития новых технологий, уже никто не будет спрячивать то, что интернет – эффективный инструмент для бизнеса, от гандлю до вытворчасти. Вот только используются этим инструментом в Беларуси еще далеко не в полной меры. За 2017 год, если посмотреть в целом товарообороты в Республике Беларусь, только 2% нас прошли за счет электронной коммерции. Ниша, она огромная, пока на данный момент Республика Беларусь занята в основном иностранными предприятиями и иностранными торговыми площадками, такие как Алиэкспресс китайская и далее, и далее, и далее. Наша задача сделать так, чтобы наши предприятия создавали подобные площадки. Интернет-пляцовки, логистика, платежи. Как вести бизнес в интернете, брестским предпринимателям рассказывали ведущие в этой глине эксперты, переважно гости со столицы. Меня очень волнует то, что есть некий дисбаланс между развитием регионов и города Минска. В частности, одна из моих задач сейчас это попытаться донести информацию до предпринимателей, которые располагаются в регионе, и попытаться вступить в дискуссию, помочь найти решение для актуальных вопросов. Многие предприниматели начинают заниматься своим бизнесом и совсем не имеют представления о том, что такое бизнес, какие документы они должны знать и соблюдать, какие их могут преследовать штрафные санкции. Я все обо всем этом говорю и рассказываю предпринимателям, учу их начать свой бизнес правильно. Сяроду дельников форума не только предпринимальники-початковцы, а и ты, кто в бизнесе, уже не один год. Миколай Калядиш, представник компании, которая занимается распроцовкой сайтов, уполнены. Айти – та и сфера, где нужно за все дотримать руку на пульсе. Каждый день приносит какие-то новинки в этом виде бизнеса. И я сегодня присутствую для того, чтобы, возможно, услышать об этих новинках, о новых каких-то решениях, о новых разработках, чтобы их потом применить для своих клиентов. С певной зацикавленностью принимает удел у форума и головный бухгалтер одной из транспортных компаний Галина Палей. Меня очень интересуют торговые площадки в интернете, хотелось бы знать. В всяком случае мы с директором планируем тоже через торговую площадку продавать валюту, потому что у нас вся выручка в основном валютная и приходится продавать много валюты. И хотелось бы делать это именно без участия банка. Это, я думаю, будет быстрее. Вот меня именно интересуют такие вопросы. Форум «Слово справи» дал представникам бизнесу мягчимость отримать экспертные виды с первых вустнов, обменяться в опытом, наладить новые контакты, а значит, и заработать свой бизнес больше эффективным. Людмила Салзна, Роман Филютиш, телерадиокомпания «Брест». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова